Всем здравствуйте, меня зовут Женя и в этом видеоролике мы продолжим разговаривать про Шри-Ланку. Я бы хотела рассказать сегодня про черепашьи фирмы. В общем-то, черепашьи фирмы есть в каждом городке на побережье, потому что чаще всего их туда приносят рыбаки или же люди, которые просто находят черепашек, раненых, или каких-то не совсем здоровых, или возможно маленьких, которые забрели куда-то. Их приносят туда, на черепашьи фирмы, и там их лечат, о них заботятся. И те, которые готовы к свободной жизни, их выпускают, а те, которые очень раненые, остаются на всю жизнь жить в этих фирмах. Мы поехали в Амбалагоду, это в 20 минутах езды от Хикадубы. Мы не знали на тот момент, что в Хикадубе тоже есть черепашья фирма. И узнаю, что слишком поздно, отправившись в Амбалагоду. Мы нашли черепашью фирму, вход туда стоил 500 рупий с одного человека. И, конечно же, мужчина нам рассказал все о условиях, показал черепашью фирму, показал черепашечек. Мы их трогали, мы могли их фотографировать и снимать. В общем-то, там ничего не запрещено. Мы услышали всю экскурсию, то есть рассказывали про черепах, как их кормят, что за черепашек приносят. Есть черепашки-альбиносы, есть раненые инвалиды, которые там на всю жизнь. Есть те, которые их готовят скоро выпускать. Есть те, которые пока ждут и вырастают. А есть отдельная секция для того, что они ждут, пока они вылупятся. И потом будут заботиться о них и выпускать в океан. Может быть, это небольшая фирма, но на самом деле нам показалось, что она отличная. Уход за черепахами прекрасный. И весь персонал был очень добрым. У них есть коробка пожертвований. Если очень хочется, можно оставить там денюжки. Также мужчина рассказал очень интересный факт, который на самом деле не знал, что такое даже существует. И я себе взяла на заметку, может быть, когда-то таким воспользоваться. У них приветствуются волонтеры. И поэтому к ним прилетают с разных стран, чтобы помогать с черепахами ухаживать. Получается так, что они оставляют какую-то заявку на сайте этой фирмы. И тогда человек должен купить себе билеты, в общем-то, туда и обратно. И прилететь для того, чтобы ухаживать за черепахами. Больше ему ничего не нужно. Конечно, зарплату ему не платят, но его кормят и ему предоставляют жилье. Валяное дело, что на какие-то свои потребности у человека должны быть деньги, но в этом заключалось там волонтерство. На самом деле ты прилетаешь и живешь там за счет этой фирмы, просто работая, волонтеры, ухаживая за черепашками. Я тогда очень удивилась, когда он рассказал, что очень много людей с разных стран прилетают и ухаживают. Очень понравилась эта информация. Я прям загорелась. Всегда держу это в уме. Может быть, когда-то воспользоваться. Или, может быть, людям кому-то будет это актуально. Тая возможность, чтобы побывать на Шри-Ланке и насладиться видами, пожить там месяцом. Также вот в этом городе, в Амбалагоре, еще находится музей масок. В общем, когда мы переехали туда, то познакомились с мужчиной на остановке. Он рассказал, что нам стоит пойти в этот музей масок. Мы, наверное, для этого и туда и приехали. На самом деле мы ему сказали, что нет. Но он сказал, что это классный музей, стоит поехать. Я смотрела видеоролики об этом музее. Меня не очень впечатляет. Есть много разных масок, разноцветных. Да, их делают своими руками. Но покупать я такую не собиралась. Поэтому это разве что только поглазеть. Может быть, кому-то будет интересно. Это недалеко от Хикаду. Всегда можно заглянуть. На этом у меня все. Надеюсь, было полезно. Может быть, кто-то воспользуется советом по волонтерингу. Поэтому вперед. Не останавливайтесь. Есть возможности путешествовать даже таким образом. Спасибо большое, что были со мной. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok